Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев, и вы на канале Ушатайка. Мурат Рамазанов, один из самых талантливых бойцов не только Дагестана, но и всей России, успешно дебютировал в Грам-при PFL. Его соперник, Лаура Анастарополя, ранее выступал в UFC, и там никто не смог победить его досрочно, даже Муслим Салихов и Роман Долидзе. Да и к бою аргентинец подошел в хорошей форме, 4 победы подряд. Однако Рамазанов задушил Старополя уже в первом раунде. В интервью Ушатайке Мурат вспомнил перипетии боя, поделился впечатлениями от габаритов Алекса Перейры, который секундировал его соперника. Объяснил, почему контроль в партере это очень и очень сложно. Показал шрам, который случился в результате спарринга с Белалом Мухаммадом. А еще рассказал, что Хабиб считает основой ММА тренировок. Если еще не подписаны на Ушатайку, не забудьте подписаться. И приятного просмотра! Я посмотрел твою пресс-конференцию после поединка, и мне показалось, что ты хотел подольше с ним в стойке подраться. Сложились обстоятельства, что пришлось уже идти в борьбу. Как вот было, расскажи. Да, я не собирался форсировать. Думал поработать сначала в стойке. Я знал, что он такой соперник, который дерется до конца. У него не было досрочных поражений. Все бои, которые даже он проигрывал, были очень близкими, равными. И рассчитывал на трехраундовый бой. И так как он был и крупнее меня, и здоровее, потому что он не смог, не сделал вес. Почти два килограмма, килограмм 800. Бой начался. Я держал дистанцию. Начал с лоу-кика, с джеба. Вот он прыгнул коленом, я ее подхватил. Я вот, если там увидишь эпизод, я был за спиной, потом специально отпустил. Знал, что где-то раунд мне придется по-любому раунд два его закислять, затаскивать. Ну, вот этот удар коленом, который так не особо там заметен, да, кажется как будто слабо, но он очень хорошо, видимо, точно в печень зашел к нему. И я почувствовал, как он обмяк, как ему стало больно. Он сразу сделал попытку какой-то там подхвата или что, видимо, чтобы выйти оттуда. Плюс я ему попал, еще давлю, получится плечом вот в эту область. И ему захотелось выйти. Я почувствовал, что нужно дожимать, короче, эту ситуацию. Вот. А когда я уже перевел после такого удара, плюс контроль, добивание, я знал, либо я его разобью этим добиванием, либо найду свой прием. Вот так и получилось. Вот. Даже за короткий период, вот этим добиванием нормально нанес ему урон, когда у доктора были. Такие ссадины достаточно, такие нормальные ссадины были на лице. Твой соперник не сделал почти два килограмма. Какие у тебя вообще мысли были после этого? Может быть, ты требовал, чтобы тебе поменяли соперника? Но, кстати, это не перевес там в 200 граммов, это перевес, сколько там, один килограмм в 800 граммов. Это очень много. Да. Было 800 почти два килограмма. Мы видели его до боя, там, неделю боя мы поселились в гостиницу, он был очень крупный. Мне так и говорили, ну, ничего, ты же привык. То есть, всегда дрался на 84, недовесом. Все соперники всегда бывают крупные, спарринг-партнеры. Ну, я уже взвесился, смотрю, нет на весах. Его, там, ребят тоже, говорят, не видели. А потом мне звонят и говорят, новость есть. Я говорю, какая, он вес не сделал. Ну, я думал, 200-300 граммов, там, не проблема. Ну, или, там, кило. Он кило 800 не сделал. Там бывают заменяющие. Я сказал, заменить его, чтобы наказать, да, кило 800 немало. Они сказали, если он еще 100 или 200 грамм ровно перевесил, потому что какой-то там есть лимит, пал, какой-то паунд еще, то он был бы заменяем. В общем, он так рассчитал ровно, видимо, чтобы, видимо, особо не парился отдать проценты, там, минус балл. Может, он как-то хотел какое-то преимущество остаться свежим, большим. Ну, он был крупным, большим, на самом деле. Обратил внимание, что ты хорошо держишь дистанцию, что по тебе довольно сложно попасть. Уворачиваешься, отходишь. Ты сам это чувствуешь, что по тебе сложно попасть? И вообще, часто по тебе попадают, ну, допустим, в спаррингах те, в общем-то? Да, кто и спаррингует со мной, так и говорят, что по мне трудно попасть. Я не иду в открытую рубку. Бывает, мало. Тоже зарубиться. Но стараюсь вообще, можно меньше пропускать. И у меня получается, да, я как-то вот даже то колено, которым выбросил, в начале же боя, я как будто замедленный ее... Замедленный в съемке, как будто ее увидел, как раз подловил, подхватил ее, если там посмотреть повтор. Что на лету я ее поймал. Ну, не дал даже призем. И вот так и удары как-то у меня получаются. Я плечами бывает отбиваю, или там они рядом проходят. Даже вот он... Я ему джеб кинул, он ее так профессионально... Он такой, он хороший ударник. Замедленный я посмотрел, он ему джеб кинул, он ее прям так снял, и мне двоечку, короче. А я так ее прям рядом, короче, я видел, что проблем не было мне ее отбить или отойти. Отхожу настолько, настолько мне нужно, что мне не попали. Такое, видимо, чувство, я не знаю, или с опытом, или своя какая-то чуйка. Ну, неплохо чувствую я. Надеюсь, дальше в боях тоже так будет, и не буду пропускать. Без ущерба буду выигрывать. А после тренировок у тебя осечки бывают или нет? Вот как раз, вот эту подготовку, я уже прилетел в Америку, и Белял Мухаммад сдал в Чикаго. Он нас встретил, очень так тепло. Вот как раз рамадан закончился, и мне нужно было последний спарринг сделать. Рамадан закончился, день-два после рамадана, и я такой свежий был, получается, такой отдохнувший, прилетел. И три раунда мы в клетке делали, и в третий раунд, последний раунд, я такой проход сделал ему, короче, такой тайминговый, да, как бы. И прям так вырвал его с двух ног, и хорошо у меня шлем был. И я прям головой в сетку так серьезно обоскнулся. Я думал, там, честно сказать, я думал, что там у меня она порвалась. Я сразу повалил, держу его, и рукой раз, смотрю, и кровь. Я сразу встал, я подумал, что у меня там очень большая сетка, может, такой удар был, а в клетку хорошо шлем был. И, да, ну, небольшая, но такая, имеется в виду, сетка получилась. И вот здесь рядом сильно болел, я даже подумал, может, какая-то трещина или что, в эту сетку воткнулся. А так, от удара, или как-то редко бывает, вот, вот, это, наверное, за все время, насколько я тренируюсь, вторая сетка. Это давно, это, наверное, когда 18 минут здесь порвалось. А, блин, а это вот вторая моя сетка, вот это, как раз в эту подготовку получилось. Чувствуется его чемпионский уровень? Да, да, он такой, довольно чувствительный такой. Чувствительный, чувствую. Очень интересно было. А ему сделаешь, например, какой-нибудь перевод. У меня много способов перевести фарты. Он уже второй раз, например, или на следующую тренировку придет, он его не дает. Приходится придумать что-то новое, там, или с корпуса, или с ноги, или на вторую ногу. И каждый мой период, он мне говорит, как ты его сделал, значит, постоянно спрашивает. И уже второй, третий раз ему его трудно было сделать. Типа, быстро схватывает. Личный постоянно меняет уровни, такие фейковые движения. Я думал, он может стать чемпионом тоже. В углу у Старополя была суперсвязка Глобертей Шейра и Алекс Перейра. Алекс Перейра сейчас на мощнейшем хайпе, недавно оформил на UFC 300, можно сказать, гангстерский нокаут и все такое. Вот такой вопрос фантастического характера. Вот если бы ты против Перейра вышел, то как бы ты с ним бился? У меня есть фокусы, когда там, после боя под трибунами, по помещениям, там проходишь медиков, короче, врачей. Есть у тебя сотрясение, пульс. И он там был в Старополе, я с ним сфоткался. Фокусы вообще суперогромные. Ну, если я такой антропометрии, как он, да, побольше. Я думаю, для меня очень удобно был, для моего партия, для меня, как и Старополя, наверное, я, наверное, быстрее его закончил. Старополь, хоть какое-то представление, по-моему, ММБС, как оттягивать, как креметку сделать, как подходить. Конечно, стойкий, он сумасшедший, такой каменный своей головой, своими такими непонятными, такими суками, да, ударами. Еще его никто не переводил, так. Да, его еще никто не законтролировал пока. Ну, тут, конечно, может быть, хотя он же бился с Яном Облаховичем, который законтролировал Одессанию. Да, нету навыков, чтобы правильно нагрузить, правильно руку отключить, ногу забрать, спину забрать, в среднем весе, там, может, единицы у кого-то есть. И по утяжелому это вообще, я не вижу, вот, забыли такие навыки. А как ты думаешь, а с чем это связано? Это же упущение, наверное, или... Ну, это очень такой энергозатратный стиль. Не все его, даже на трехах, многие не хотят бороться, чтобы не устать. Это такой стиль, если ты его не... Если ты функционально неподготовленный, ни себя постоянно не оттачиваешь, то если ты не готов сам, то есть ты устаешь от этого стиль, но твой соперник должен уставать сильнее. Это может злую шутку тоже сыграть, и сам себя можешь загнать. И многие просто понимают это и не лезут туда. Они как-то дерутся, как вот со стойки, со стойки можно долго драться там же. А бороться очень тяжело, 3-5, 3 раунда. Это очень тяжело. Без остановки, 3 раунда или 5 раунда бороться, бить, бороться, это совмещать. Просто, я думаю, дело в этом не всем это стиль подходит. Даже все, которые борцы переходят, они не могут столько бороться. Даже тот же Амера, если поборется, его вот эти взрывные большие мышцы, они закисляются. У него был такой один бой, где он без остановки боролся, его накалутировали. В страйк-форсе. В страйк-форсе, да. Потом он построил свою борьбу, стал меньше двигаться, если повалит, не удерживает. Потому что если он удерживает, будет, он закислится, забьется. То есть не всем, не все могут. Это надо отработать, это нужно вот... Какая-то предрасположенность, наверное, тоже к этому, я думаю, я не знаю. Вот еще по поводу Перейра, ты сказал, что он суперогромный. Ну, то есть он даже не как полутяж выглядит, а больше как тяж? Нет, он не был таким каким-то массивным. Он именно вот такой костлявый, такой жилистый и... Как сказать, такой широкий, что ли, вот. Только массу, какую-то массу к этому наберет, да, он такой тяж будет. Но он большой полутяж, я бы сказал. Да, это, конечно, удивительно, какой у него организм, да? Как он в средний вес гонял. Да, я вообще шутил на фотках, которые я с ним, как он в средний вес гонял, что у него там было гонять, сумасшедшие просто. Что скажешь про бои Магомеда Умалатова и Шамиря Мусаева? Да, я, получается, раньше не сподрался, уже удалось посмотреть вживую. Ну, в принципе, так и ожидал. Я думал, что от Умалатов и Корешков где-то 50 на 50, 60 на 40, что Умалатов выиграет. Потому что они такие оба взрывные, такие очень жесткие ударники. А Шамиля, я изначально так и думал, что он выиграет много на 40, хотя тот был фаворитом, его так раскачивает. Ну, видимо, местный, как звезда, он там сильный боец, бывший чемпион, был Латар. Ну, я так и думал, по стилю, я так и думал, что у Логана нет такой... той борьбы, которую он смог бы нарезать Шамилю. Я так и думал, что он защитится, а в ударке Шамиль намного по-разнообразней, мощнее, в плане нокаутирующей мощи. И так и думал, что он не даст сброса и его перестреляет. А ему удалось еще и нокаутировать его так зрелищно. Про Шамиля Амусаева, у вас же с ним был бой на чемпионате России 2016 года. В полуфинале же ведь вы встретились. Да, в полуфинале. Ты выиграл? Я выиграл. Каким образом тут, то есть, и вообще, как тот поединок развивался? Регламент. Вот, два раунда, по три минуты, по-моему, мне удалось выиграть. Переводил в стойки, вот так же я в своей манере дрался. Удалось пару раз перевести, но вот так и выиграл. Вы же с ним еще на сборы ездили, то есть вообще в целом хорошо друг другу? Знаете. Расскажи вот про это. Да, мы прошли много сборов. Год-полтора мы тренировались и в Крыму у нас сборы были, два сбора. И в Старом Асколе были сборы еще. Помню, еще где-то было. Основные были у нас в Крыму, а в Старом Асколе были. И в Старом Асколе как? Это особо интересно, потому что все-таки это же родной город Федор и Немельяненко. И тренировались вы наверняка в Александре Невском в зале. Вот в этом, где базируется команда Федора. Да, да. Очень хорошая база такая. Все условия для того, чтобы тренироваться. Зал хороший и спарринг-партнеры были. И вот очень много работал тогда вот с Анатолием только он. Бороли, спарринговали. И в плане питания было очень такое условие. И мясо для нас халяльное сделали. В общем, мне понравилось тогда. Мы после каждой тренировки ходили. Там торгового центра рядом был. В кинотеатре. С этой толпой. Такие хорошие воспоминания. У тебя в англоязычной Википедии есть профиль. И там указано, что твой отец вел успешный обувной бизнес. Вот расскажи про это подробнее. Это будут иностранные болельщики думать, что ты там, допустим, ну, грубо говоря, мажор. Не, не мажор, но как бы, да, всегда нормально жили, да. Хватало элементарные какие-то потребности. Был у отца, да, этот обувной бизнес. Вот. И как-то он хотел, чтобы я тоже хотел продолжил. Ну, я себя не видел в этом направлении. То есть, да, как-то по спорту пошел. Не так давно выкладывал я видео. Это был открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо 2007 года. Что я обратил внимание. Очень, ну, там было много финишей. Но 90% финишей – это рычаг локтя. Причем многие финиши именно рычаг локтя, когда выигрывающий боец не внизу, а наверху находятся. Сейчас в ММА такие финиши, они очень редки. То есть, все уже настолько хорошо научились обороняться от этого приема, особенно, когда твой соперник наверху находится, хочет руку взять. Да, на самом деле, вот эти приемы уже, их сделать даже, там, средничку уже бывает тяжело, потому что крепление, все обладели им, уже все чувствуют, все знают, какой момент нужно, когда ты готовишь прием или хочешь его обмануть. Уже вот эти моменты, уже многие чувствуют. Уже, чтобы сделать прием именно в бою, у нас соперника достаточно сильно побить, вывести его, как бы, да, вот, изориентировать, добиванием. А вот так взять и так, как бы, в нагу, да, заломать, сделать практически, да, вот, очень трудно, уже сложнее на таком уровне, тем более. Уже ММА там и прогрессирует. И армбар у меня вообще плохо получается на руку. Вот я могу снизу, ну, агрепли, ну, по ММА раньше делал любительских, но просто как-то не выходил на них. Ситуации не попадались в бою. В бою я более работаю так прагматично, чтобы не потеряли. Там можно потерять позицию просто. У вас что-то, наверняка, в школе Абдул-Манапе, есть уголок со штангами и прочим. Там аншлаг обычно? Есть отдельная зона, байк там есть, и тренажер, и качка. Ну, у нас, у нас, у нас не приветствуются так железо, не качки в нашем зале. Больше я работаю с парником. Вот. Всегда, когда Хабиб приходит, тоже, нам говорят, что ММА – это вот спарень, это борьба в клетке. Все остальное – это уже такое разцепенное, наверное, как сказать. Обратил внимание, что Хабиб сейчас на сборе в Кисловодске, то есть там много сейчас бойцов, в частности, Ислам Махачев. То есть есть такое, что он стал больше с командой находиться, насколько я понимаю, и принимать участие в тренировочном процессе, условно, там, чем год назад? Да, и даже вот мне повезло, что на мои последние тренировки, спарринги тоже попал Хабиб в Ромадан последний перед уездом и дал такие отдельные советы, да, ценные. Так, а что за советы, если не секрет, интересно даже? Ну, вот, когда обрабатывают эти сетки, там, как тонкость, да, детали, то, как он сам делал, какие вещи. И мне помогли они тоже. Я вроде бы, я думаю, что я уже не знаю об этой работе, на самом деле. Когда он советует или объясняет, понимает, что до этого, до этого уровня еще долго. Даже так. То есть он такие детали отдает, о которых ты не знал, ты хочешь сказать? Да, да. Потом думал, как я их не знал. А что вот, например, или это что-то секретное? Пока секретное, когда я грампли выиграю, я вам скажу. Пока секретное, когда я смотрю иlit. Пока! Пока! Пока!